Слава Богу, братья и сестры, Божие благословения вам от Господа Иисуса Христа, для счастья и любви Божьей. Господь грядет. У нас сегодня праздник Жатвы. Я благодарю Господа за этот год, который мы прожили с Ним вместе, что Он даровал нам, Господь, силы трудиться, говорить Слово, ездить в разные места и свидетельствовать о Слове Его, что Он говорит, что будет Жатва в конце, что Он грядет. Он грядет. Он придет и заберет свою церковь на небеса. Сказал и сделал. Так и будет. Но надо верить. Верить в Иисуса Христа так, что сердце горело. Горело Словом, которое нужно посеять. Посеять, чтобы пришел тот, кто пожнет это все. Представляете, придут ангелы Господни и соберут в житницу, в шиницу свою. А Солом, говорит, зажгут. Огнем неугасим. Так что будем прославлять имя Его. Я хотел бы тоже Псалма 103-го прочитать, 13-го стиха, 14-й. Ты напаяешь горы с высот Твоих, плодами дел Твоих насыщаешь землю. Ты произрастаешь траву для скота и зелень полевого человека, чтобы произрастил из земли пищу. Пища это есть хлеб, пшеница. Но Господь сказал, не будет только одним хлебом сып человек, но Словом Божьим, который исходит от нас. Мы дети Божьи, Он так назвал. Если мы принимаем Его в сердце свое, прославим Его сейчас. Давайте поднимемся на ноги и поблагодарим Господа Иисуса Христа, что Он даровал нам спасение на кресте Своем. Он отдал свою жизнь и излил свою святую кровь. Господи, благодарю Тебя за все, что Ты делаешь, Господи, в нас и через нас, Господь. Благодарю Тебя за этот день, Господь, за этот праздник жатвы, Господи. Ты даровал нам это, Господь. Благодарю Тебя, Господь. Прими, Господь, это песнопение сейчас, Господь. И дай нам силы, Господь, служить дальше, Господь. Трудиться дальше и проповедовать Слово Твое, Господь, чтобы оно, Господь, было живительно и действенно. В каждом человеке, Господи, а я за все Тебя благодарю и уверяю все в Твою руку, ибо Ты великий, Ты чудный Бог, вечный живой, Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Слава Господу, братья и сестры. Знаете, почему так важно прославление? Потому что перед тем, как была первая проповедь, прославление уже существовало. Вы знаете, что с самого начала, с самого начала было прославление, хвала нашему Господу. На небесах ангелы пели, когда еще не было ни одного из вас, когда не было ни одного человека на земле, ему звучала хвала. Поэтому самая главная часть сегодняшнего служения – это хвала и прославление. И слава Богу, что каждый из нас успел сегодня прославить Господа. Так давайте приготовим сейчас наши сердца, споем Ему, прославим Его в великое и святое имя в этот замечательный день. Аминь. Будем вместе в едином сердце, в едином духе прославим Его. Давайте. Этот день наполнен радостью. Этот день наполнен радостью, потому что с нами Ты, Господь. Этот день наполнен радостью, потому что с нами Ты, изливаешь радости в сердцах. Наполняешь нас любовью Своей, мы ликуем пред Тобою, Господь. Потому что с нами Ты, изливаешь радостью, наполняешь нас любовью Своей. Мы ликуем пред Тобою, Господь. Потому что с нами Ты, этот день наполнен радостью, потому что с нами Ты, Господь. Этот день наполнен радостью, потому что с нами Ты, изливаешь радостью в сердцах. Этот день наполнен радостью, наполняешь нас любовью Своей, мы ликуем пред Тобою, Господь. Потому что с нами Ты, мы поем и танцуем, потому что с нами Ты, изливаешь радость в сердцах. И наполняешь нас любовью Своей, мы ликуем пред Тобою, Господь. Потому что с нами Ты, изливаешь радость в сердцах. И наполняешь нас любовью Своей, мы ликуем пред Тобою, Господь. Потому что с нами Ты, мы Тебя за все благодарим Потому что с нами Ты, Господь Мы Тебя за все благодарим Потому что с нами Ты издеваешь надости сердца Наполняешь нас вдвоем своим Мы лягуем пред Тобою, Господь Потому что с нами Ты издеваешь надости сердца Наполняешь нас вдвоем своим Мы лягуем пред Тобою, Господь Потому что с нами Ты Мы лягуем Мы лягуем пред Тобою, Господь Потому что с нами Ты Мы лягуем Мы ликуем и Товою, Господь, потому что с нами Ты. Аллилуйя! Да, Господь, мы ликуем, мы славим имя Твое, и мы радуемся, потому что Ты с нами, потому что Ты обещал, никогда не оставишь и никогда не покинешь. Честь, хвала и поклонение Тебе, великому и живому Богу. Аллилуйя! Будь благослови! О, Господу вся земля, о спасении Его говорит. Его чудеса и слава возвещаются по всей земле. Господь велик, силой и могуществом. Ликуй, 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 ибо Господь заснует. Будь благослови! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Haleluja Haleluja DimaTorzok 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 Субтитры создавал 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 DimaTorzok Благодарю тебя, Господь! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует... Слава Богу за все, амилуя! Слава Богу за все! Амилуя! Знаете, у нас есть свидетство, попросила с сестрями Каннаиля Господь прославится Pastel Всем здрасте, всех еще раз поздравляю с таким милым праздником. Я хотела засвидетельствовать то, что, наверное, вы все знаете, что я два месяца тому назад, ну, полтора месяца где-то тому назад, я упала в ванной комнате и упала неудачно. Просто моя голова под трубом вот так прошла, обкапила и на пол. Как я упала, я не знаю. Но хочу вас заметить, что я упала вот, ну, вот, наверное, вот такое расстояние. Вообще, я не знаю, что к маме говорить, вот такое место, как я упала, я не знаю. Но когда я встала, я посмотрела, я не поняла, как я встаю. Какие-то вот секунды были, что вот я встала. Я стояла, я говорю, господи, я говорю, это что такое? И такая боль у меня девочки были, что я вот голову повернуть вот так не могла. Когда я так голову повернула, у меня как будто вот бывает вот так вот, вот в глаза что-то вот такое горячее вливается. И я вот так стою теперь, думаю, господи, хотя бы глаза нормально открыть. Испугалась, да, я вот так, как, а потом что я буду делать? И я вот слышу, кто-то в дверь вот так в ванной комнате барабанит. Оказывается, это мой сын барабанит. Мама, я слышу, как ты там упала. Ковшик все полетел. Ты там нормально? Я говорю, нет. Он говорит, как нет, ну открой дверь. Я говорю, сейчас. Я быстро на себя халат накинулась, когда я ему дверь открыла, он на меня смотрит. Какая ты, говорит, белая, ты вот что такое? Я, честно говоря, я испугалась, когда он мне сказал, что ты такая белая, кипенная. В общем, мне помогут домой прийти. И в этот день я уже ничего не делала, совершенно ничего. Вот я вот сидела, вот так. Единственное, что я вечером, когда легла в пассейн, я такой, господи, я тебя прошу, чтобы не амнезия, чтобы силипаты, чтобы ничего не было. Потому что затылок, это такая вещь, что, не дай бог, неправильный удар, она на много чего может повлиять, на глаза, на мозги, на все. И я здесь только что, я просила всю ночь, господи, я тебя прошу, я тебя умоляю, я тебя, господи, чтобы память, все-все-все у меня было при мне. Утром, значит, я встала, теперь мне надо в церковь, а как мне здесь такую болью? Я не могу, адская боль, я терпеть не могу эту боль. Думаю, нет, я все-таки пойду. В общем, я позвонила Наташу, я говорю, Наташ, ты заходи сама за мной, потому что мне тяжело сама будет спускаться по лестнице. В общем, она пришла со мной, меня забрала, мы пришли сюда. Здесь вы за меня молились, помните, вот 2-3 недели вы за меня здесь молились. На 4-й неделе как раз мы здесь все принимали вечеря. И когда мы вечерю принимали, когда пастор Азер здесь говорил, такое ощущение было, что вот сзади вот кто-то вот стоит, вот, знаете, вот бывает так, вот сзади вот, 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 вот так, кто-то вот так тебя вот рукой задевает, вот такое ощущение было. И мне кто-то говорит, выпьешь, успокоишься. А я стала молиться, когда уже вот мы вечеря принимали, и я стала молиться, я говорю, Господи, я не вино буду пить, я буду кровь твою пить, и я этими, твоей кровью я излечусь. И в это время уже мы стали принимать вино. И первое, что кому-то вино пришло с этой стороны, значит, брат Саша подошел первый ко мне. И я, значит, беру этот бокал, я на него смотрю, а сама молюсь. И начинаю пить. Резко я вот так стою, я говорю, что я делаю? Я пью и смотрю, что у меня от бокала, полный бокал, остается половина. Я не поняла, я резко отдала другой сестре, что я сама не поняла, что я сделала. А мне в это время кто-то в ухо говорит, что ты сделала? Зачем ты сделала? Ты должна была выпить до конца. А я теперь так поворачиваю, я не могу понять, кто сзади меня спины, кто со мной разговаривает. А меня в краску било. И я стою вот так всяк раз, я чувствую, что я горю внутри. И я так смотрю на всех и не могу понять, в чем дело. Но он мне говорит, сейчас еще раз тебе предложат вино. Типа ты выпьешь. Я опять поворачиваю, посмотрю, что я такое. Я не пойму, понятно, но голос я слышу. В общем, эта вся сторона обошлась, эта вся сторона обошлась. И вдруг пастор Азер говорит, если кто хочет вино, еще мы дайте, братья, сестры. И я в это время говорю, я, хотя, чтобы я пришла сама, стала дать мне вино, я немножко как-то для себя посыдно это считаю. Моя рука вот так протянула, что да, я хочу это вино. Я сама от себя, вы знаете, я сама себя в этот момент испугалась. Как-то я так руку взяла, протянула, что дай мне это вино. И брат Азер мне дает этот бокал вина. И я его большим голодком выпила, большим голодком выпила. И я слышала, когда мне кто-то говорит, тихо, сейчас будет действовать. Вы верите, когда вы здесь уже молились, в этот момент у меня в голове такое ощущение было, что тысячи рук вот что-то, что-то там делают. Я только вот так открывала, у меня вот как бы, видите, вот. Вы вот так мне все плыли перед глазами. И я вот так стояла, думаю, господи, что такое? Она меня вот кипит, ток вот так льется и все. Вот я вот как будто я горю, но что-то творится. И я подхожу, посмотрю, я говорю, вы у меня двоитесь. Я говорю, мне нехорошо, но у меня вот что-то у меня в голове творится. Сейчас что-то у меня в голове кувыряется. Он вот так посмотрел, говорит, так вот, не странно, говорит, давайте так. Давайте вы недельку подождем, посмотрим, что у вас в голове творится. А потом мы будем что-то говорить, свидетельствовать. Я сказала, хорошо, но так получилось, что я на прошлое воскресенье не смогла прийти, по некоторым обстоятельствам я не смогла прийти, просто я подумала, с одной стороны это хорошо, давай я еще эту неделю подожду, посмотрю, что будет, девочки, братья и сестры, аллилуйя, вы видите, вот с того момента у меня никакой боли нету, вообще, я вам говорю, в этот момент кто-то здесь ковырялся в голове, вот складывали как будто что-то, но я когда до дома доезжала, когда вот меня подвозили домой, я только думаю, господи, велики твои дела, дай, чтобы я вот всю неделю, вот я просто-напросто стояла на свое, потому что вот эти три недели я вам передать не могу, с какой я болью ходила в голове, как будто вот кто-то тебя по голове бьет, тебя туда толкает, что туда сможет, по боку глаз какие-то вот мелькает свитер, а это вот выезд вот от вот этого вина, то, что я вот верила, до такой степени я поверила, что вот мне это помогло, в самом прямом смысле, мне это помогло, я так Богу благодарна за все, что вот Он делал для нас, спасибо Ему за все. Слава Богу! Аплодисменты! Давайте с нами помолимся, давайте с нами помолимся, будем благодарить Бога, пусть у вас будет много свидетельств о делах Божьих, что Господь жив, аминь! Господь, мы благодарим Тебя за этот день, благодарим за это свидетельство, мы верим, что Ты творишь все во славу Тебе, и пусть будет много свидетельств, Господь, среди нас, в нашей жизни, в жизни моих, братья и сестер, а Твои великие чудные дела, что Ты, Господь, великий, всемогущий Господь Бог, аллилуйя, Ты во веке тот же, и мы всю славу обоздаем Тебе за это прикосновение, за это стиление, будь прославлен во имя Иисуса Христа, аминь! Садись, пожалуйста, братец, с праздником у нас, с жатвой, слава Богу за все, сегодня здесь сидят замечательные плоды, это плоды для Царства Божьего, здесь тоже плоды есть, они вообще настоящие или искусственные? Настоящие, настоящие, хорошо, можно попробовать? Вот так Господь пробует нас, Он хочет, вкушая нас, видит эту славу, этот приятный запах, аромат небесного царства, потому что Господь нас посадил на этой земле, что мы были продовитыми, аминь, плодородственными растениями для Царства Божьего. Сегодня праздник жатвы, но узнать сегодня еще один праздник, в Израиле отмечается праздник Суккот, это Божий праздник, и это очень тесно связано с праздником жатвы, которым отмечают. Нас в советское время учили, что это праздник колхозников, то есть устранили библейский принцип праздника жатвы, сказали, это праздник трудящихся и колхозников, но Библия говорит совсем о другом. Сегодня последний праздник Суккот в Израиле, и мы с вами будем говорить, какая имеет связь праздник жатвы, который мы сегодня празднуем, и праздник Суккот в Израиле, это имеет очень прямую связь. Знаете, очень много вещей сказано, но Слава Богу, что Слово Божье нам открывает всю правду. Аллилуйя. Какой праздник мы сегодня празднуем, что это означает для нас, зачем мы его празднуем, как называется на самом деле праздник, и какой смысл для нас имеет этот праздник, и как его мы должны отмечать, и как мы должны его праздновать. Давайте откроем в первую очередь книгу Бытие, 1 глава 14 стих. Бытие 1, 14. Итак, Бог говорит, что пусть будет два светила. Какие светила Бог сотворил, помните? Солнце и Луну. Для чего они будут предназначены? Здесь написано для чего. Пусть они будут что? Для того, чтобы отделять дни от ночи, для знамений, для времен, дней и годов. Аллилуйя. Кто это сказал? Это сказал сам Господь Бог. Слово времен. Мы здесь читаем слово времен. Это слово на иврите переводится так Муадим. Муадим означает установленные праздники. То есть, Бог определил свои праздники. И для чего они были предназначены? Муадим во множественном числе, то у Бога есть свои праздники. У нас есть свои праздники, но у Бога есть свои праздники. Вы знаете, что Бог тоже празднует? Бог тоже веселится, радуется со своим народом. Он Бог радости и веселья. Что написано в псалмах? Веселитесь и радуйтесь. То есть, христианин не может ходить угрюмым лицом, унылым, печальным лицом. Бывает в нашей жизни какие-то трудности, мы печалимся, огорчаемся, но мы призваны радоваться. О чем радоваться, когда вокруг такой хаос? Наша радость не зависит от этих событий. Наша радость это сам Господь. Что сказал Иисус? Радость в Мое совершение имейте в себе самому. Перед тем, как пойти на Голгородский крест, Он сказал, имейте Мое радость совершенную, да пребудет Моя радость в вас. Представляете, человек идет на Голгофу, Христос идет на смерть, зная, что его ожидают, но Он говорит, пусть Моя радость будет в вас совершенным образом. Это мы не можем понять человеческим умом, но для этого нужно быть готовым с сердцем своим, понимаете? Если мы не будем радоваться, будут радоваться враги. Наши враги – духи демонические. И им очень хорошо, когда мы не радуемся, когда мы печально, огорчены, раздражены, унылые. Они торжествую радуются. Но когда мы радуемся, побеждаем. Чем мы побеждаем? Мы побеждаем именем Иисуса Христа. Аллилуйя! Знаете, что бы ни случилось, Писание говорит, этот день сотворил Господь. Какой день? Каждый день. Вот когда ты просыпаешься утром, ты говоришь, этот день сотворил Господь. Не говоришь, что это тяжелый день, победили тяжелый день. Не говоришь, что сегодня такой тяжелый день будет у меня. Не говорите вещи. Принимай этот день с радостью в Господе. И Бог даст себе устройство в своей жизни. Аллилуйя! Итак, Бог установил свои праздники для знамений. Для каких знамений? И эти знамения что означают? Эти знамения указывают на то, что есть божественное время. Есть божественный сезон. Когда Бог ожидает свой народ, свою церковь, своих детей, чтобы с ними встретиться. Давайте откроем Левитом, 23 главу, и мы посмотрим, что сказал Господь об этих праздниках. Книга Левит, 23, 23 глава. Будем читать с 1 стих. 1 и 2 стихи. И сказал Господь, Моисею говоря, объяви сынам Израиловам и скажи им о праздниках Господних. Видите, что написано? О праздниках Господних, которые должно созывать священное собрание. Вот праздники чьи? Мои. Мои, говорит Господь. Кому сказал Господь? Сказал Моисею. Здесь есть какая-то ошибка? Как вы думаете? Нет. Это сказал кто? Сам Бог. И вот читаем дальше. Третья и четвертая стихи. Шесть дней можно делать дела, а в седьмой день в субботу покоя, священное собрание. Никакого дела не делать. Это суббота Господня во всех жилищах своих. Сегодня у нас суббота, шаббат. Суббота – это суббота, шаббат. День покоя. То есть сегодня мы собрались не только праздновать жертву, но мы собираемся каждый воскресенье для чего? Что отмечать его день. Это его день. Мы собираемся, радуемся, служим, прославляем Господа. И мы с Господом имеем приятное время общения. И четвертая стихи говорит. Вот праздники Господни, священное собрание, которое должно созывать в свое время. Итак, это место нам говорит, что Бог установил свое время, чтобы встречаться со своим народом. И он сказал, что те праздники, которые он установил, это его праздники. Это его праздники. Итак, мы сказали, что муадим – это множество, означает праздники. А слово муэд, в единственном числе, означает назначенное время для встречи с Господом. То есть Бог назначает время. И мы знаем, что сегодня воскресенье день, но Бог каждый день назначает время. То есть для нас в празднике, в духовном числе, это каждый день. Это встреча с Господом. Давид говорит, предваряю расцвет твой, Господи. С раннего утра ищи лица того. Почему? Потому что Бог встречается со своим сыном, со своей дочерью. Мы дети Божьи. Если мы этот день открываем с Господом, не только сегодняшний день, каждый день, это означает, что мы хотим с Ним иметь общение, да? Мы хотим с Ним встретиться в молитве, в поклонении, в слове Аллилуйя. Это праздник. Слово праздник означает встреча. Не просто есть, пить, прославлять и веселиться. Праздник – это встреча с Господом. Это установил сам Господь. Когда Бог вам назначает встречу, то торопитесь на эту встречу. Не откладывайте. Когда Бог вас побуждает идти на молитву, иди в молитву комнату, иди в эту молитву комнату. Когда Бог побуждает тебя открыть священную пенсию читать. Когда Бог побуждает тебя делать добро, то делай это, потому что это Он творит в твоем сердце. Когда Бог сотворил человека, там написано, Господь приходил в прохладный дня. Прохладный – это не означает, что там было холодно и прохладно было. Прохладный дня – это время, духовное время встречи с Господом. То есть Бог встречался с Адамом в Итемском саду. Итак, это праздники не еврейские, а Божьи праздники. И Бог устроил семь праздников. И каждый из этих праздников говорит об Иисусе Христе. Они делятся на две части. Есть весенние праздники, есть осенние праздники. Весенние праздники – это шаббат, то есть богослужение, день покоя, день, который мы отдыхаем, ничего не делаем. Конечно, мы зашли в покое в своем сердце, мы каждый день в покое. Но есть один день, который мы посвящаем Богу, ничего не делаем, потому что этот день назначен Господь. Это суббота, шаббат. Это праздник. Это первый праздник, весенний праздник. Второй праздник – это Пасха. Мы знаем, что Христос умер за нас. Он есть наша Пасха. Третий праздник – это праздник приношения первого слаба. Это день воскресшего Христа, когда Христос воскрес. И четвертый праздник – это шаббат, день Пятидесятницы, когда Дух Святой сошел на землю. Если в Ветхом Завете в шаббате, день Пятидесятницы, Бог дал Слово Свое, помните, Он пришел со Своим заповедем на горе Синай. А в Новом Завете Он излил Духа Святого. И буква, которая была мертвой, она ожила. И поэтому Писание говорит, что Буква убивает, а Дух животворит. И мы получили Святого Духа. И мы ожили. Аллилуйя. Итак, это весенние праздники. Осенние праздники. Есть три праздника. Четыре праздника весенние и три осенние. Это праздник труб. Не знаю, называется Роша Шама. Но его истинное название Йон Труа. Праздник труб. Когда трубят трубы. Что такое труба? Это голос Божий. То есть Бог призывает Свою народ пробуждаться от духовного сна. Бог призывает Свою народ оставить этот сует, этот мир и искать Господь. Потому что Его пришествие близко. Второй праздник, осенний праздник, это Йон Кипур. Это день искупления Израиля, а другой день, день судны. То есть суды Божьи, да, изливаются. Почему они изливаются? Чтобы привести человека к покаянию, к смирению, к правильному состоянию и взаимоотношению с Господом. И третий праздник, вот то, что мы сегодня будем говорить, это суккот. Это связано с жатвой. Аллилуйя. И давайте откроем книгу Левит, 23 главу, с 33 стиха. Посмотрим, что нам говорит Господь об этом. Левит 23, 33. И сказал Господь Моисею, говорят, скажи с нами Израилю, с 15-го дня того же седьмого месяца праздник Кущи, семь дней Господу. В первый день, давайте остановимся здесь. Итак, седьмой месяц, это означает, когда Израиль вышел из Египта, это был для них первый месяц, день исхода из Египта. День спасения от иго египетского. Это означает, был месяц март-апрель примерно. А седьмой месяц попадает, вот то, что мы сейчас совершаем, октябрь, если считать. То есть для них это седьмой месяц, для нас это десятый месяц, да? Но по Божьему календару это седьмой месяц. То есть, и Он говорит Господь, в седьмой месяц 15-го дня совершай праздник Кущи, праздник Суккот. В первый день священно собрания никакой работы не работайте. В течение семи дней приносите жертву Господу. Представляете, они каждый день приносили жертву в храм. Каждый день. Восьмой день священно собрания, да будет у вас, и приносите жертву Господа. Это отдание праздника. Никакой работы не работайте. Вот праздники Господни, в которые должно созвать священное собрание, что переносить в жертву Господу всесожжение, хлебное переношение, заколаемость жертвы и возлияние каждое в свой день. Кроме суббот Господних и кроме дорог ваших, и кроме всех обетов ваших, и кроме всего переносимого усердия вашему, что вы даете Господу. То есть, кроме того, что вы переносили с усердием жертву Богу, кроме этих всех переношений, переносите особые жертвы во время этих праздников. Представляете? Сколько жертв они переносили Господу? И мозг уже сказал, зачем так много жертв? И в новом завете мы тоже переносим жертву Богу, жертву хвалы, жертву общительности, жертву благотворительности, свои тела переносим в жертву Господу. Помните? Живую, святую, благоугодную. Почему Богу нужно столько жертв? А что, Бог нуждается в наших жертв? Нет. Мы переносим жертв, почитаем, мы говорим, что Господь, это мы все переносим, потому что мы тебя любим. Аллилуйя. И мы воздаем тебе славу. Мы тебя прославляем. Мы тебя величаем. Ты достоин. Аллилуйя. Самую великую жертву приносит сам Господь Иисус. Кроме этой великой жертвы нет никакой жертвы. Наши жертвы, по сравнению с этой жертвой, они вообще мизер. Понимаете? Но когда мы это переносим, мы исполняем волю Божию. Мы говорим, Господь, у меня ничего нет. Это все для Тебя. Это все Твое. И для Тебя, и для славы Твоей. Аллилуйя. Он достоин принять всю славу. Откровенно написано, достоин принять агнец, славу, честь, хвалу, благодрение, богатство, силу. Аллилуйя. Он достоин принять. И все эти жертвы, которые мы приносим, жертву молитв, хвалы, поклонения, слава слова, песнопения, аллилуйя. Мы этим говорим, Господи, достоин всей славы и чести и хвалы. И дальше написано, а в пятнадцатый день, седьмого месяца, когда вы собираете произведение земли. Вот оно. Произведение земли. Собираете. Празднуете праздник Господень всем дней. В первый день покой и в восьмой день покой. Аллилуйя. Слава Богу. То есть видите, как взаимосвязано этот праздник жертвы, который называют праздник хохозников. С библейским назначением собирается произведение земли осенью и празднуете праздник жертвы. Аллилуйя. И дальше мы читаем. В первый день возьмите себе ветви красивых деревьев. Ветви пальмовые и ветви деревьев широколистьевых и вероречных. И бессилительность Господом Богом в вашем семье. И празднуйте этот праздник Господи семь дней в году. Это постановление вечное в роду вашей. А в седьмой месяц празднуйте его. В кущах живите тем дней. Всякий туземец израильтянин должен жить в кущах. Чтобы знали роды ваши. Что в кущах потерял я сынов израилевых, когда вывел их из земли египетской. Я Господь Бог ваш. И объявил Моисея сынов израилевым о праздниках Господних. Аллилуйя. И здесь мы видим интересные откровения. Первое. Что такое куща? Это сукка. Сукка. Это шалаш. Это куща. Это шатер. Это скиния. Это переводится как скиния, шатер, шалаш, куща. Аллилуйя. Когда Господь выбил Израиль из Египта, они жили где? В шатрах. Помните? В своих шатрах. То есть в кущах. И Господь сказал Моисею, построите и мне кущу, построите и мне скинию, чтобы мне там обитать. Итак, они жили в своих шалашах. И Бог сказал, построите и мне тоже шалаш, скиню. Представляете? И Господь поселился среди своего народа в этом скинии. И мы знаем, что эта скиния называется как? Скиния собрания. Помните? Она находилась, знаете где? Прямо в центре стана израильского. Прямо в центре. Аллилуйя. И там проносилась жертву Богу. Прямо там, посередине. Почему посередине? Потому что Христос образно центр нашей жизни. Аллилуйя. Он самый важный, самый главный, самый неповторимый, единственный, всемогущий, превознесенный. Царь-Царей, Бог-Богов, Аллилуйя. Он является центром нашей жизни. Все глаза, все сердца должны обращаться только к Нему. Потому что Христос есть Царь. Аминь. И наши сердца, и наши глаза, и наши руки, и наша душа, и наши сердца направляются к Нему. Почему? Потому что им мы живем, им мы существуем, им и мы движемся. Аллилуйя. Слава Иисусу. Итак, народ вышел из Египта. И Бог стал их богом. И жил среди народа своего. Постоянно. Египет это мир. Этот мир лежит возлее. И мир ненавидит Бога. И мир ненавидит нас. Когда Израиль шел по пустыне, народ соткал шалаши с кинью, чтобы жить в них. Что это нам говорит? Почему они должны жить в праздник Суккот? Семь дней в Кущах. Есть такой очень хороший фильм. Посмотрите еврейский. Там очень хороший фильм. Называется Ушбизин. Вот там про этот праздник очень отлично описывается. Почему они жили в шалашах? Это означает для нас. Мы временные жители на этой земле. Где жил Авраам? В шалашах. Почему он жил в шалашах? Авраам был не от этого мира. Он был признан из этого мира идти в город, который ему Бог, землю, которую Бог сказал. Но он ожидал города небесного. Представляете? То есть он, живая шалаша, говорит, я не от этого мира. И также мы не от этого мира. Мы здесь гости. И все, что мы имеем, это не наше, это временное. Вот ты пришел к кому-то в гости. Хозяин думал, заходи. Посиди здесь. Можешь ли ты хозяин сказать, я хочу лежать на твоем диване, если он тебе не разрешит? А ты скажешь, нет, я здесь хозяин. А хозяин говорит, какой ты хозяин? Давай, дуй, поспай, работай. Ты не можешь поступать по свою. По своей воле. Ты пришел к гостям, ведешь себя как? К гостям. Правильно? Накормили тебя, положили там еду. Ты не можешь сказать, куда я тренируюсь? Ты пойдешь, покушай. Почему? Тебе дали кушать. Остался на ночь? Тебе постелили постель, да? Нужно затухать. Не важно, тебе дали тепло одел или не тепло одел. Ты гость. Мы также гости в этом мире. Нет, понимаете, мы не можем здесь хозяйничать. Это не наша земля. Это Господь земля. Аллилуйя. Эта земля приготовляется к огню написано. К уничтожению. Вы знаете, что эта земля будет осуждена? За что? За злодеяния, которые творятся на земле. Что сегодня происходит? Беззаконие везде. Разврат. Война против Бога. Библейские заповеди хотят отменить. Слово Божие хотят устранить. В Китае хотят сейчас напечатать новую Библию. Китайскую. И все это, что это означает? Они объявляют войну против Бога. Хотя Бог дал им жизнь. Бог нас кормит, обеспечивает. И человек все время объявляет войну против Бога. Все протестует, противится. Не понятно, почему. Человеческая природа извращена. Поэтому мы здесь временные. Мы сюда пришли и мы отсюда уйдем. Мы жители небесного государства. Аллилуйя. Мы граждане небесного царства. И жизнь на земле временная. И она закончится. Но она не закончится в вечности. И поэтому наш маршрут в небеса. Аллилуйя. Поэтому твои мысли, твое сердце пусть стремится к небесам. И Давид говорит. Возвожи очи моим дарам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сокворившего небо и землю. Аллилуйя. Пусть наши очи, наши глаза обращаются к небесам. Чтобы мы жили для вечности. Вот что означает куща. Почему семь? Семь число совершенства. Христос на кресте умер. Завершил и сказал совершилось. Что совершилось? Совершилось воля Божия для спасения человечества. И сегодня человек может жить в присутствии Бога. Как житель небесного государства. Как странник и гость в этом мире. Аллилуйя. Слава Иисусу. И Господь решил жить в человеке. И Бог поселился в человека. Вначале было Слово. И Слово было у Бога. И Слово было Бог. И Слово стало плотью. И обитало с нами полной благодати истины. Мы видели славу Его. Слава, как единая родом от Отца. То есть человек стал скинией для Бога. Стал кущей. Аллилуйя. Наши тела являются кущей. И Бог поселился в человеческом теле. Пришел на эту землю и сказал. Я есим. Путь. Истинная жизнь. Я есим. Живая вода. Я есим. Свет этому миру. Аллилуйя. И в этом скинии мы видели живого Бога. И Он пошел. Умер на кресте за нас. И вместо нас. Слово обитало. Означает. Стало скинией. Стало кущей. Аллилуйя. Это Иисус. Есть скиния. Живая. Божия. Аллилуйя. Когда Израиль строил эти кущи. Эти шалаши. Они должны были не полностью покрыты. То есть ихняя крыша была полуоткрытая. Не полностью покрытая. Почему? Почему это нужно было так? Потому что когда евреи сидели, кушали в этих шалашах. Когда они общались. Они смотрели на открытое небо. И они видели Господа. И они помнили. Кто их вывел из Египта. Кто их дал избавление. Аллилуйя. Что это означает? Они видели небо. Но они видели смутно. Неясно. Они видели это смутно днем. И они видели это смутно ночью. Почему они видели смутно? Потому что Бог учил их доверять им. Доверять ему. Что нам это говорит? Это написано в Новом Завете. Первый посланник Коринфянам. 13 глава. 12 говорит. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло. Аллилуйя. Гадательно. Тогда же лицом к лицу. Теперь знаю, что я отчасти. А тогда познаю подобно, как я познан. То есть для нас сегодня то, что мы видим, мы как бы видим через тусклое стекло. Мы много чего не понимаем. Мы много чего не осознаем. Много у нас вопросов. Но мы доверяем Богу, да? Смотрим на эти небеса и идем за Иисусом. Аллилуйя. И мы живем, едим, пьем, взираем на того, кто есть наш Господь. Хотя мы не ясно видим. Наши вопросы, на все ответы нет. Иногда бывают такие ситуации. Ты говоришь, почему это со мной произошло? Но ты говоришь, Господь, хотя я не понимаю, но я тебе доверяю. Я тебя славлю, благодарю. Евреи смотрели на эти небеса. Сидя в шалашах. Не полностью покрытые. Они смутно видели сияние солнца. Звезды они видели ночью смутно. Но они говорили Господь. Хотя мы этого ясно не видим. Но мы знаем, что ты наш Бог. Мы тебе доверяем. И мы доверяем тебе, живем в этих скиньих. Аллилуйя. И мы тебя славим и благодарим. Слава Иисусу. Израиль сказал, что 7 дней жил в шалашах. И они 7 дней смотрели на небо. Сколько нам нужно смотреть на Господа? Постоянно. Каждый день. Каждый день и каждый час. Бог думает о нас. Есть такая песня. И каждый день, каждый час. Бог хочет, что мы думали о Нем. Всегда смотрели на Него. И взирая на Него, шли за Ним. Аллилуйя. И Бог говорит, я Господь Бог ваш, Который вас вывел из этого мира, для того, чтобы вы жили для меня. И взирая на меня, следовали за Мною. Вот что означает это для нас. Иисус живет в нас. Он является нашим истинным Богом. Слава Иисусу. А хотим ли мы жить для Него постоянно? Братья и сестры. Господь совершил на кресте то, что никто не мог совершить. Он все совершил. Он все сделал для того, чтобы мы осознавали это для себя. Слава Богу. Итак, Бог благословляет свой народ. Бог благословляет нас. Обеспечит нам всем необходимым. Если бы Израиль не жил в этих шалашах, то Израиль бы погиб в пустыне. Почему? Потому что пустыня очень сильное солнце. Ночью очень холодно, а днем очень сильно горячо, жарко. И как бы они еще были защищены от палящего солнца. То есть куща, в которой они жили, еще означает, это защита. Это безопасность. Где мы можем быть в безопасности? Господи. Вот надвигается сейчас в этом мире очень много вещей. Поднимаются войны, эпидемии. Ожидается голод. Разрушение. И все это грядет. А где мы можем быть в безопасности? Как вы думаете? Только в Иисусе. Только во Христе находясь. И это самое необходимое, это самое безопасное место. Пребывать в Господе. Он наша защита. Господь благословляет нас настолько, насколько мы нуждаем советом. Насколько, насколько Он своей волей усматривает для нас, что нам необходимо на сегодняшний день. Аллилуйя. Он лучше знает, что нам нужно сегодня. Вы согласны с этим? А мы хотим, чтобы у нас было много чего. Но Бог дает то, что тебе сейчас нужно на данный момент. Почему Он так делает? Потому что Он учит тебя ценить то, что ты имеешь сегодня. И всегда помнить, что ты нуждаешься в Господе. Аллилуйя. Ты нуждаешься в Нем. Псалом 91 стих. Живущий под кровом Всевышнего, под силой Всемогущего, покоится. Говорит Господи, прибежище мое и защита моя. Бог мой, на которого я уповаю. Кто это говорит? Тот, кто живет под покровом Господа. Дальше написано. Язва к жилищу не приблизится. Зло с тобой не случится. Это обетование Божие. Но это для тех, кто сегодня живут под защитой Господа. Кто живет в Его территории. Кто живет в Его слове. В Его святости. В Его воле. В Его истине. Аминь. Если человек не вживет в воле Божией, он не находится под защитой Господа. Он не находится под защитой Господа. Бог обеспечит нам защиту. Он наш покров. Если мы находимся под Его покрытием. Аллилуйя. Псалом 22,4 стих говорит. Если я пойду и дарим на смертные тени, не убоюсь зла. Почему? Потому что ты со мною. Твой жезр и твой посох. Они успокаивают меня. Представляете, что это? Вот это слово вы читаете. Вы размышляете, что здесь написано? Многие машинами читают. Это Псалом 22. Как палочка-вручалочка. Но это не палочка-вручалочка. Здесь написано. Если я пойду, значит у нас будет дальняя смерть? Или не будет? Будет. Если я пойду, не буду сидеть и плакать, а буду ходить. Если я пойду и дарим на смертные тени. То есть не надо там оставаться жить, все время рыда, все жаловаться, а надо пройти. У каждого из нас есть своя дальняя смерть на тени. У кого-то это придет, у кого-то уже на подходе. У кого-то пришло и кто-то прошел, а кто-то не прошел. И здесь написано. Если я пойду, пойду и дарим на смертные тени, не убоюсь зла. Почему я не убоюсь зла? Потому что есть причина. Ты, Господь, со мною. Твой жезл и твой посуд, они успокаивают меня. То есть я в покое, Господь. Вот что происходит сейчас в моей жизни, я в полном покое. Почему? Потому что ты со мною, Господь. Потому что я нахожусь в твоей воле. И потому я успокаиваюсь в твоем присутствии. Аллилуйя. Проходя долины смертной тени, помни, что Господь всегда с тобою. Иисус сказал, никогда не покину вас и не оставлю вас. До скотинного века я с вами. Человек не может быть сильнее смерти. Вы согласны с этим? Человек не может быть сильнее никакой трудности. Мы сами по себе слабы без Господа. Но мы сильны в Господе и с Господом. Аллилуйя. И только Господь и вместе с Господом мы можем быть сильными. Аллилуйя. Потому что наша сила, он наша радость, он наша победа. Аллилуйя. И поэтому не боимся ничего, когда мы с Господом. Когда мы понимаем, что мы с Господом и Господь с нами. И здесь включается наша вера и доверие Богу. Аллилуйя. Не наши чувства, не наши ощущения, а доверие и вера в Господа. И вот здесь смотрите, в 23 главе лимитом, в 36 стихе мы читаем. Переносите жертву. Давайте еще раз прочитаем этот стих. В течение семи дней переносите жертву Господу. Восьмой день священное собрание добудет у вас. Переносите жертву. Это жертву благодарности. Мы благодарим Бога, потому что до сегодняшнего дня Бог нам помог. Мы благодарим Бога, потому что до этого дня мы прожили. Мы благодарим Бога, потому что мы устояли до этого дня. Аллилуйя. Прошли трудности, заботы, всякие препятствия. Но мы прошли это благодаря тому, что Господь был с нами. И мы благодарим Его. Аллилуйя. Всегда благодарите Бога, написано. Это жертву благодарности. Далее, это жертва радости, что Господь с нами, и мы с Господом. Господь – наша защита, Господь – наш покров. Благодарен ли ты Господу сегодняшний день? Благодаришь ли ты Бога каждый день? Благодаришь ли ты Господа каждый день за все? Радуешь ли ты, что Бог с тобою? Аллилуйя! Радуешь ли ты с Господом каждый день? Если в твоей душе и внутри твоего сердца В этом радость Веселье о Господе Благодарен ли ты, что Христос Нашел тебя в этом мире Открылся тебе Призвал тебя к себе И явил тебе свою любовь и милость Благодарен ли ты Господу, что Бог тебя хранит Защищает отца города зла Благодарен ли ты Господу Подумай об этом Какие мысли у тебя О чем ты думаешь К чему стремишься Аллилуйя Еще один важный момент хочу сказать Вы знаете Что за нас Были принесены жертвы Еще в редком завете За все народы этого мира Я когда это нашел в Писании Я удивился Я вам даю одно задание Дома изучайте Бытие 10 глава Там написано о 70 народах Есть 70 народах В то время было И от трех сыновей Ной родились все народы земли После подобного Там было 70 народностей И представьте себе Что Бог дал повеление Именно в этот праздник Сухкот Праздник Сухкот Переносить Переносить За все народы 70 Буков Жертвы Итак Я вам хочу сказать Что за все народы этого мира Израиль Переносит жертвы Знаете почему? Чтобы все народы Эти земли Познали Бога Израиля И сейчас мы посмотрим Бытие 10 глава Изучайте дома Там написано 70 народов Но мы сейчас Откроем Бытие 10 глава И прочитаем Из 12 стиха Итак Числа 29 глава Стиха 12 И вот мы зачитаем Числа 29 12 И 15 день 7 месяца Пусть будет у вас Священное собрание То есть праздник Сухкот Праздник Жертвы Никакой работы не работайте И празднуйте Праздник Господень Семь дней И переносите Все сожжения Жертву Приятное благухание Господу 13 тельцов Быков То есть Двух огнов 14 андолетних Агнцев Без порока Будут они И при них Переношение Хлебное Пшеничной муки Смешанное с елеем 3 десятых части Ефы На каждого Из 13 тельцов 2 десятых части Ефы На каждого Из двух огнов И по десятой части Ефы На каждого Из 14 Агнцев И одно указано В жертву За грех В созрождении Постоянного И хлебного И приношения Его И возле Его И во второй день 12 тельцов Я не буду все читать И смотрите Сейчас посмотрим дальше Первый день Девять 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 Каждый Изра Девять Все было Все было Все было Все было Назначено В течение 7 дней Израиль возносил все сожжение. Вы представляете? Почему? Они хотят сказать, пусть наш Бог будет и вашим Богом. Аминь. И сегодня мы этому Богу верим. Наш Господь Бог, Бог Израиль. Аминь. Слава Иисусу. Аллилуйя. Что они делают в этот праздник? 39 стих Левитам. Возвращаемся туда. 39 стих, 23 глава. А в 15 день, 7 месяца, когда вы собираетесь, собираете произведение земли, празднуете праздник Господь на земле, в первый день покой и в восьмой день покой. Что они делали? Они радовались. Радовались. Церковь Иисуса Христа должна жить в радости. В радости, что Господь благословил. Аллилуйя. Многие скажут, у меня нет земли, я не пахаю, не сажаю. Но твоя жизнь есть произведение. Какие плоды ты принес Господу сегодня? Я не говорю об этих плодах. Есть духовные плоды. Но наше сердце является землей. Правильно? Что туда посеял ты? Что там выросло у тебя? Ненависть, раздражение, гнев, гордость, противление, бунт. Или любовь, мир, радость, вера, смирение. Какие плоды твоя земля производит сегодня? Что ты посеял, то и пожмешь. Правильно? Аллилуйя. Еще один момент. Вот каждый из нас здесь сидит. Мы не просто здесь случайно сидим. За нас молились. Наши близкие. За нас молились другие верующие. Когда мы еще не были верующими. То есть они сеяли эти молитвы. И мы сегодня являемся плодом этих молитв. Аллилуйя. За кого-то молился его мать. За кого-то молился его отец. За кого-то молился его какой-то родственник. За кого-то молился в его роду. В каком-то веке кто-то был верующий. Молился. Господь. Пусть мой род познает тебя. Аллилуйя. То есть мы являемся ответом на это. Мы являемся плодами. Того, что было посеяно. Нас посеяли. Понимаете? Слезами. Посеяли. За нас молились. За нас плакали. За нас рыдали. Вот очень сильное это свидетельство. Одного проповедника. Он говорил, что я никогда не хотел служить Господу. Хотя моя мама молилась за меня. Каждую ночь плакала. Она посвящала меня Господу. Своих молитвах. Но я сказал, говорю, я не буду тебя служить никогда. Я все время говорю, я не буду тебе служить. Я не буду тебе верить. Но в его жизни один раз случилась такая интересная вещь. Он сломался. И он пришел к Господу. И он сказал, Господь, я буду тебе верить. Я буду тебе служить. Аллилуйя. И он сломал проповедникам Евангелия. Почему? Потому что его со слезами сеяли. Ее мама. Мы являемся плодами. Помни. Что за тебя молились. Что ты сегодня сидишь здесь. Благодаря тому, что за тебя кто-то стоял. Конечно, за нас молился Иисус. И в Евангелии от Яна 17 главе написано. А те, которые поверят по их слову, в заботу они едины, как мы едины. Помните? Священский молитв. Да. Иисус хладитарствовал за нас. И в Евангелии от Яна 17 главе. Но за нас еще молились здесь, на земле. Во плоти люди. Наши родные и наши близкие. И те, кто вообще не знает. Аллилуйя. Слава Иисусу. Благодарим Бога за это. Аминь. Поэтому веселись, радуйся. Радуйся в Господе. Веселись, торжествуй. Аллилуйя. Это праздник сотворил Господь. Слава Богу. Что нам говорит еще этот праздник? Это означает, что Бог не оставляет нас, если мы не оставляем Его. Иисус сказал, не оставлю вас никогда. Не оставлю вас сиротами. Что нам послал? Кого нам послал Господь? Утешит тебя. Духа Святого. Иисус Дух всегда нас говорит. Нас побуждает на молитву. На общение. На поклонение. Для того, чтобы Ему служить. Для того, чтобы быть полезным для Царствия Божия. И Дух всегда производит нас эту работу. Аллилуйя. Что мы понимали, кто наш Бог. Наш Бог – это Бог-сирот. Знаете, есть сироты духовные. Отверженные, брошенные. Сироты. Есть физические сироты, которые на самом деле сироты. А есть духовные сироты. И Бог говорит, что я тебя никогда не оставлю. Аллилуйя. Я тебя никогда не забуду. Слава Богу. Не оставлю тебя и не покину тебя. Если все забудут тебя, говорит Господь. Я тебя никогда не забуду. Аллилуйя. Господь благословляет наш урожай. У кого здесь есть земля? Кто пахает, кто сажает? Расскажем на свидетельство. Это было Бузумнал в 90-е годы. Был такой же брат Рамис. Брат Игорь помнишь? Он пришел в церковь. И знаете, он рассказал, что у него земля ничего плода не давала. Огромный сад. Но земля как будто сухая. Мы пошли с братом Игорем туда. В 98-й год был плод. Мы сказали, придем помолимся. И мы пришли. Я спросил, а почему земля не дает? Знаешь, когда раньше все растло. Я говорю, а почему что не растет? Когда отец умирал, сказал, что после меня эта земля ничего не будет давать. Фактически отец проплыл. Я сказал, а ты веришь, что Иисус может благословить? Он говорит, ну, не знаю. Говорит, давай помолимся. Помолитесь. Мы молились, там прополучали благословение на землю. Благословили этот большой огород, сад. И потом ушли. Потом прошло некоторое время. Несколько месяцев он пришел такой радостный, довольно счастливый. Он говорит, знаешь, что случилось? Хорошо случилось. После вашей молитвы ушли. Земля начала расти. Все начинает расти. Все цветло, все приносят плоды. Говорит, если будут плоды, я принесу первое приношение в церковь. И прошло некоторое время. Он первые плоды с земли принес в церковь. Аллилуйя. И мы ели, пили. То есть ели и кушали, и радовались. Аллилуйя. Слава Богу. Бог благословляет. Если у тебя есть земля, выходи, говорю, Господь, благослови мою землю. Пусть то, что я засажаю, она будет благословенная. Пусть будет богатый урожай. Мы когда ехали в Ивановку, где есть такая деревня Ивановка, мы там прополали это Слово Божие. И знаете, я разговаривал там с жителями этой деревни. Они говорили, что там не всегда будет дождя. Мы выходили с веры на поля и говорили, Господь, мы дождя не хотим. Пошли хотя бы на сур. Если будет дождь, мы уверены, что земля будет благословенная. И Бог поднимал в сур. И они собирали урожай. Сеяли, и было благословенно. Аллилуйя. Бог благословляет. У нас, у многих нет земли, но у нас есть наша жизнь. Наши дела. Мы говорим, Господь благословит дела в моих рук. Аминь. И Бог благословит. Если ты верно ищешь Бога, если ты идешь за Господом, если ты открой свое дело, Бог тебя благословит. Это не слова. Я знаю очень много свидетельств. Я даже молился за тех людей, которые были неверующие. Приходили ко мне и говорили, помолись за мой бизнес. Я верю, что Господь благословит. Я говорю, я могу помолиться, но ты Бога не забывай, да? Переходи к Господу. Есть один мой друг, он постоянно с ним общается. Он не верит, но он очень так близок. Городина сказала, помолись за мой бизнес. Что-то дела не идут. Я сел на его машину, молчил, буду молиться, буду ослаблять. Я сказал, что пусть Бог благословит тебя. Господь тебя любит. Бог благ. И к неверующим тоже. Но если ты, если ты не придешь к Господу, если ты забудешь, что это Бог тебя благословляет, то в твоей жизни может быть проблема. Он сказал, хорошо. И я помолился. И он такой радостный был. Что дела пошли хорошо. Благословил Господь его предприятие. Все удался хорошо. Но к сожалению, он не пришел к Господу. Но он даже, он там общается часто. Мы с ним общаемся. То есть, я не знаю, может Господь тоже видит сердце. Но я хочу сказать, что Бог благ и к злым, и к добрым людям. Он поднимает солнце над добрыми людьми, и над злыми людьми. Но особенно это благословение находится на народе Божьем. Аллилуйя. Мы дети Божьи. Мы живем под Божьими благословениями. Аллилуйя. Что такое благословение? Благословение – это не то, что много машин, много денег, много домов. Нет. Благословение – это присутствие Бога в твоей жизни. Когда ты видишь его заботу. Аминь. Когда ты видишь его сильную руку, что он тебя направляет, что он руководит твоей жизни. Ты ощущаешь его близость. Ты слышишь его голос. Сестра слышала голос. Говорит, кто это? Это не кто-то Господь тебе говорит. Найля. Это не кто-то говорит. Это Господь тебе говорит. Он тебя учит. Слушать его голос. Слышишь, Найля? Сестра Найля. Она спит уже. Заснула. Аллилуйя. Слава Богу. Не спи. Ты говоришь, что кто-то мне голос слышал. Это голос Божий. Нет. Но я уже ваше голос. Да. Это Бог с тобой говорит. Он тебя учит знать его голос. Знать его различать от других голосов. Когда Бог говорит нам, это означает, что Бог с нами. Аллилуйя. Он нас благословляет. Слава Иисусу. Если у тебя нет земли, у тебя есть твоя жизнь, твой дом, твоя семья. Пусть она будет благословена. Аллилуйя. Пусть дела твои, рук твои будут благословены. Аллилуйя. Ищи лица Господа. Славь Его. У тебя есть, у нас есть новое поколение, молодежь. Пусть молодое поколение растет в Господе. Пусть оно будет сильным в Боге. Пусть оно будет духовным людьми. Аминь. Чтобы они любили Господа. Чтобы они служили Господу. Чтобы они шли за Иисусом. Чтобы они были людьми, знающими своего Господа. Мы хотим этого? Аллилуйя. Слава Иисусу. Или мы ожидаем, что будет-будет. Не думайте так, что будет-будет. Нет. Проносите своих детей. Своих детей на молитве к Богу. И не препятствуйте детям приходить к Господу. Не препятствуйте. Не мешайте детям приходить к Богу. Если в лагере создается, отпускайте свои дети в лагере. Вы пожнете благословение. У нас был лагерь. Все знают. Это благословенное время. Господь особо работал над детьми. Аллилуйя. Если люди хотят, дети хотят идти в церковь. Если дети хотят петь и славить Бога, не мешайте им. Наоборот поощряйтесь. Скажите, молодец, правильно. Слава Богу за тебя. Чтобы они видели, что их родители поддержат их. Аллилуйя. Не будьте преграды, но будьте помощниками. Для того, чтобы они пришли к Господу. Аминь. Аллилуйя. Если Господь твой покров, если Господь твоя скинье, то у тебя есть страх Божий. И ты понимаешь, что все твоя жизнь зависит от Бога. И Бог силен дать тебе урожай. Слава Господу. Если мы следуем за Иисусом, у нас будет урожай. У нас будет жатва. И Бог благословит это. Когда крестьянин сажает семья, он ожидает урожая. Он верит, что будет урожай. Он молится и благодарит Господа. Когда настает время урожая, Бог даст об этом знать. У нас есть свой урожай. Плоды Духа Святого. В наших сердцах. В нашей жизни. Поэтому сегодня вкладывай Слово Божие в свое сердце. Поэтому вкладывай в свое сердце молитву Господу. Поэтому вкладывай внутрь себя Царствие Божие. Потому что это время, пока мы берем спасение. И мы сегодня готовимся на вечность. Правильно? Поэтому сей. Позволяй Богу сеять в твое сердце, в твою жизнь. Его плоды, его семена жизни. Потому что семя Божие, это вечное семя. Она приносит плоды. Плоды вечные. Аллилуйя. Слава Богу Господу. Хочешь ли этого? Веришь ли в это? Ожидаешь ли этого? Если ты это веришь, ожидаешь, обязательно будет урожай. Но этим нужно трудиться. Вместе с Господом. Скажи, Господь, я нуждаюсь в тебе. Помоги мне. Помоги мне, чтобы был урожай в моей жизни. Я нуждаюсь в тебе. Мы не можем сами без него. Но мы нуждаемся в нем. И вместе с ним можем совершить. Слава Господу. Аллилуйя. Слава, 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 слава. Что хотел еще сказать в конце, братья и сестры? Хотел сказать еще одну важную вещь. Второй законе, 16 глава, 13 стиха. Второй законе, 16 глава, 13 стиха будем читать. И вот здесь что мы читаем. С 13 по 15 стихи. Праздник кучи совершай у себя семь дней, когда уберешь с гумна твоего и источила твоего. И веселись праздник твой, ты и сын твой, и дочь твоя, и раб твой, и раба твоя, и левит, и пришелец, и сирота, и вдова, которые в жилищах твоих. Семь дней празднуй Господу Богу твоему, на месте, который изберет Господь Бог твой. Ибо благословит тебя Господь Бог твой во всех произведениях твоих, и во всяком деле рук твоих, и ты будешь только веселиться. А сейчас, вот, внимательно посмотрим, что здесь говорит Господь. Веселись. Почему нужно веселиться? В празднике чем занимаемся? Веселимся, правильно? Почему мы веселимся? Потому что Бог благословил нас. Благословил наши дела, нашу жизнь. И, собирая эти плоды, мы понимаем, что Господь благоволил к нам в этом году. Аллилуйя. И Он был с нами в это время. Еще один момент важный. Есть такое, восьмой день, помните, мы сказали, восьмой день, совершая собрание. Почему? Если семь дней они празднуют, зачем нужен был восьмой день? В Израиле отмечается еще в этом празднике восьмой день, кроме седьмого дня. Но явительно означает, шмини ацерет. Останься еще чуть-чуть. Задержись для Господа. Задержись для Господа. Посвяти еще время свое на Господа. Аллилуйя. Не торопись уходить. Знаете, что это означает? Когда ты заходишь в свою молитвенную комнату, ты общаешься с Богом, не торопись оттуда убегать. Посиди и подожди. Поразмышляй в тишине с Господом. И Господь тебе скажет, не торопись уходить. Останься еще немножко. Мы очень всегда куда-то спешим. Куда-то торопимся. И даже наши молитвы мои такие, да? Обломные. Быстро почитай, побежали куда-то. Все. За своими делами. Останься. Успокойся. Ты успеешь все. Бог тебе поможет. Останься еще в присутствии Бога. Аллилуйя. И когда они приходили, мы знаем, что евреи, когда приходили на праздники свои, они приходили из других стран. Они собирались в Иерусалиме. Из всех народов они приходили. Из всех концов земли. Представляете? Тогда не было самолетов, тогда не было машин. Многие шли пешком, многие шли на сле. Кто имел деньги, они шли на сле. А кто не имел деньги, они шли пешком. Почему они приходили туда? Потому что Бог сказал, приходите, поклоняться мне. Они приходили на эти праздники. Представляете, приходили на праздник труп. Через несколько дней был праздник Геом-Кипур, а потом с углом. То есть они почти что месяц оставались в Израиле. То есть они потратили свое время, свои деньги, свои ресурсы, издалека приходили поклониться Господу. Почему? Что их вникло, поклониться Господу? Любовь. Любовь к Богу. Аллилуйя. Они понимали, что именно в этом празднике, который Господь сказал, Он их посетит и благословит. И они все отдали для того, чтобы прийти к Господу и с ним встретиться. И после этого Господь говорит, а сейчас еще останьтесь. Еще на один день, на восьмой день. Не торопитесь убегать. Вы остались целым вместе с Детей в Иерусалиме. Все не потратили на праздник. Еще один день. Останьтесь со мной, говорит Господь. Что это означает для нас? Бог нас так любит сильно. И Он говорит, не уходи от меня. Останься со мной еще. Я люблю тебя. Я люблю тебя. Это праздник, праздник Божьей любви к нам. Это праздник, праздник благословения Божьего для нас. Это праздник, праздник Божьего обеспечения для нас. Это праздник, праздник радости, что Господь с нами. Это праздник, праздник торжества петели, что Бог посетил нас. Аллилуйя. Это праздник, что Бог есть наша скиния. Это праздник, праздник торжества и победы. Аллилуйя. Это праздник, праздник Божьего благоволения к нам, братья и сестры. Останься еще с Господом. Не торопись уходить. Он твое благословение. Аллилуйя. Здесь мы будем плавать, и мы будем кушать здесь. Будем кушать. Я серьезно говорю, будем кушать, общаться. Но я вас прошу. Что не ради одного дня радуйтесь. Пусть радость будет у вас каждый день. Почему мы должны радоваться? Кто-то скажет, что потому что это заповедь Божия. Да, заповедь Божия. Но я хочу сказать, что кроме того, что это заповедь Божия, это огромное откровение. Что нас, людей, которые никому не нужны были, которые шли в ад, в погибель, нас посетил Господь. Христос умер за нас и воскрес. И сказал, я люблю тебя. Приди ко мне. И вот Он открылся нам, как наш Господь, как наша скиния, как наш суккот. И мы пришли к Нему, потому что Он нас призвал. И мы не хотим уходить от Него. Хотите уйти от Него? Бог сказал, пожалуйста, не уходи от меня. Но Бога, не уходи от меня. Останься со мной. Я твой Бог. Я люблю тебя. Аллилуйя. Я уходил от Господа. Точнее, не от Господа уходил. От общей себя еще уходил. Но все-таки Господь меня обратно привел к себе. И я удивился, знаете почему? Что семь лет, когда был жил для себя, церковь не ходил. Людей я вечер не хотел видеть. Но я видел особую заботу Бога самому ко мне. Когда все меня забыли, никто меня не искал. Никто мне не помогал. Но в это время, это было особое время, когда я видел руку Божию. Я удивлялся. Почему Бог так заботится обо мне? А потому что Он любит. Он любит каждого человека. Он всех любит. Все человечество любит. Знаешь, это самого падшего человека, самого низкого человека Он любит. А почему Он любит? Потому что Он по-другому не может. В Боге нету зла. Написано, что гнев Его на один миг, но милость Его на все времена. Аллилуйя. Плоды. Какие они красивые. Они все разные, правильно? Видите, разные плоды, разная форма, разного цвета, разный запах. Они все разные, но они не заразные, правильно? И также мы все разные. Каждый из нас. У каждого свой характер. Каждый из нас отдельно, друг от друга отличается, правильно? Мы все разные, но мы все являемся плодами Его любви. Аллилуйя. И Господь хочет, чтобы ты понял одну важную вещь. Как сказал тот раз Володя, ад – это место, где нет Божьей любви. И Бог не хочет, чтобы ты был в аду. Бог хочет, чтобы ты был с Ним в раю. А рай начинается здесь. Когда мы приходим к Господу, Аллилуйя. И мы начинаем понимать, Господь, ты мой царь, ты мой Бог, и Господь веселись со мною. Вкушай со мною. Вкушай от царства моего. Аллилуйя. Веселись, торжествуй со мною. Аллилуйя. Потому что я твой Бог, я тебя выбил из этого мира. Для своей славы, для своего царства. Аминь. И что нам нужно сегодня делать? Веселиться, радоваться, лиховать. Аллилуйя. Давайте станем, будем радоваться. Давайте помолимся Господу. Давайте прославим Его святое имя. Давайте поздравим Ему славу. Аллилуйя, Господь. Слава тебе, Иисус. Хвала тебе, наш царь. Аллилуйя. Мы благодарим тебя, наш Бог. Аллилуйя. Благодарим за этот чудесный праздник твой. Это твой праздник, Господь. Это встреча с тобой, Господи. Мы благодарим тебя, что ты благословляешь произведение твоей земли. Ты даешь благослову славу своей. И ты благословляешь тех, кто сеет, Господь, доброе семя Твое. Ты благословляешь тех, у кого есть земли, Господь. Даешь особый урожай благословенный. Ты есть наш покров, ты есть наша защита. И мы благодарим Тебя, Господь. Мы радуемся Тебе, что Ты наш обеспечитель. Ты Бог благословляющий. Ты Бог изливающий свое благословение, Господь. Аллилуйя. Хвала Тебя за этот день. Мы благодарим Тебя. Пусть каждый из нас радует и мести за Тебе, что Ты посетил нас. Аллилуйя. Хвала Тебя, наш Царь. Благодарим Тебя за все. Благодарим Тебя за Твою любовь и милость. За Твою заботу, за Твое внимание, за Твое благоволение. Что Ты изливаешь Твою благодать на все человечества. Мы благодарим Тебя, Господь. Спасибо Тебе, что мы являемся плодами молитв тех, кто за нас молился. За нас молился еще израильский народ. За нас молился Ты, Иисус. За нас молились наши родные и близкие. Даже те, кого мы не знаем, за нас молились. И сегодня мы в Твоем Царстве, в Твоем Царстве, Господь. Мы благодарим Божию. Аллилуйя. Хвала Тебе, Господь. Слава, 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 слава. Пусть наша сердца радуется, торжествует, селится Тебе. Ты наша радость, Ты наше торжество, Ты наше ликование, Господь. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Бог. Превозносим Тебя. Прославляем Тебя на этом месте. Благословенное имя Твое. Будем есть, пить, веселиться, ликовать. Аллилуйя сегодня. Хвала Тебе, Боже, благослови это время, время общения, когда мы будем сидеть за столами, вкушать, общаться, пусть у нас будет радость, торжество, ликование столовой мести. Хвала Тебе, наш Бог, будь благословен, будь превознесен, благослови эти плоды Господь, приими всю славу, честь и хвалу, будь прославлен, да будь народ Твой благословен. Пусть их дамы будут благословены во имя Иисуса, пусть их рекладовы будут благословены во имя Иисуса, пусть их жильцы будут благословены во имя Иисуса, пусть дела их рук будут благословены во имя Иисуса Христа. Хвала Тебе, Господи, честь и поклонение Тебе, превозносим Тебя и прославляем Тебя. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Без жертвы, без благодарения, мы все подстали под тобой. Кроме сердца и уст хваления, дворец наш, Отец благой, за то, что нас создал прудро, нам мир прекрасный подарил, за то, что с нами ты повсюду, Господь тебя благодарил. За то, что все мы с тобой заботливо растем плоды, за хлеб насущный, хлеб духовный, Господь тебя благодарил. За жизненную бессмертие, за труд для ближних, труд любви, за голод наш, за нашу церковь, Господь тебя благодарил. АПЛОДИСМЕНТЫ Бос за ста цветов, тетрадь, кудрица, ягоды, клебочку, леску, берега, чудно все устроил, он в своем углу, небо грубо, меже с золотой, звездочки, вернушки, расспрашав кругу, вижу из подушки ночью песну, а еще он нам дал много на плодок, и арбузик, арбузик, хвостик, амар, кофе, гигушек, да и теснок, пусть что могли мы кушать, бы дали нам Бог, пусть ему несется слава и хвала, за его заботу, за его дела. АПЛОДИСМЕНТЫ Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу в этот год! Слава Богу в этот год! Он послал нам, он послал, обед и плод, ну, колтой, все учились, как у вас. А я, и здесь, виски, сливы и морковь, и томат, слава Богу, и веногатник. Всем послал нам, ты, всем послал нам, и плод. Всем прославить его ты! Всем прославить его ты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Благословим наших детей! Благословим! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 дорогие баджи-сёстры, хотела бы просить минутку тишины. Наша цена Наташа, Наталья, хотела бы прочитать стихотворение, поэтому давайте не будем шуметь, придержим детей рядом, чтобы они не отвлекали и не шумели. Слава Господу за прекрасный праздник сегодняшний. Братья и сёстры, Жатова, это, конечно, прекрасно, но мы должны помнить, конечно, и о том, что будет ещё последняя Жатва. И сегодня дети на детском служении тоже слышали это слово, что будет последняя Жатва. Господь Иисус придёт за плодами, за своими детьми. И стихотворение тоже об этом Бог положил на сердце. Последняя Жатва. Всю жизнь мы сеем семена, и по-другому быть не может, ведь нам одна лишь жизнь дана, что мы посеем, то и всходят. Господь дарует нам детей, и время сеяния настало, так важно понимать теперь, добром, чтоб поле засевалось. Любовь посеять в сердце, то тогда пожнём любовь в избытке, тогда посеянное расцветёт доверьем, радостью, улыбкой. Но если злые семена во гневе бросить в сердце, то взойдёт жестокость и злоба, и горький плод произрастёт. На всей планете повсеместно работа Божья идёт, своё он слово сеет щедро, доколе времени придёт. Настанет время, и с плодами придёт, склонится человек, перед своим Творцом предстанет, за жизнь свою он даст ответ. В тот миг хозяин всей вселенной захочет получить отчёт, принёс ли плод благословенный, или полы в душе растёт. Святое семя Божье слово веками сеялось в сердца, в терпенье, с верой и любовью, с великой милостью Отца. То семя, слово об Иисусе, даёт надежду и покой. Оно согреет сердце в стужу, прохладой станет сильной зной. Ведь наш Спаситель, умирая, стал семенем святым для нас. Он на кресте, объятия раскрывая, влечёт к себе нас и сейчас. Услышь, прими и не забудь, пока с надеждой бьётся сердце, что сделал для тебя Иисус. И как с тобой Он жаждет встречи. Ответь взаимностью Ему. Поверь, конец уж очень близок. Он завершит историю. Последние страницы пишет. Однажды остановятся часы, и время сияния прекратится. Тогда Иисус придёт собрать плоды, и окончательное жатво совершится. Не опоздай. Сегодня и сейчас взывай Богу, услышит и ответит. Немедлит Он, даёт последний шанс. В последней жатве стать плодом созревшим. Аллилуйя. Слава Богу. А сейчас мы бы хотели показать вам большую сценку, поэтому просим вашего внимания и буквально две минутки для того, чтобы подготовиться. Все лето я растил из своей арбузы. И лучший из них привёз сюда. Пускай... Пускай они порадуют людей простых. И мне приятно это будет. Арбуз возьмите, он хороший. Придите и берите, люди. Пошёл арбузы продаю. Я их не продаю. Бесплатно берите. Сладкие они. Совсем мне это непонятно. Хоть два рубля за них возьми, я заплачу. Я вам его и так отдам. Я подарю. Я не могу. Из-за него в долгу мне быть? Благодарю. Я не могу так поступить. Ко мне идите, чтобы сочный арбуз к столу скорее взять. И сколько за него ты хочешь? Их всем я даром отдаю. Тогда горшок возьми надёжный. Эти огончары. Их продаю на рынке. И горшочек можно не на арбуз твой обменять. Возьми же так его. Бесплатно. Ни денег ты не хочешь. Ни мой горшок. Мне неприятно так просто брать товар чужой. Берите все, кто пожелает. Арбуз душистый, сладкий мой. Как хорошо он зазывает. Берите. Денег очень мало. Я отдаю в подарок их. Ну ладно. Я у вас тут видала? Самый маленький. У них на денег хватит. Большой берите. Самый лучший. Хочу его заслужить на вашем поле. Берите так. Подходите. Всем интересно брать, бояться. Но почему? Ведь в поле я всё лето рад был постараться, чтобы подарить их. Но моя отталкивает доброта. Но почему так происходит? Почему будет? Просто так. Пускай друзья твои подходят. Скорее, дяденька дает арбуз нам покушать даром. Вот наедимся. Вот так, как дети, принимайте даром великую от Бога благодать. Спасение, мир и радость, счастье, которые Христос нам хочет дать. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ДАНИКОФИН АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так, дорогие братья сердца, сейчас еще одна сценка, поэтому давайте все внимание на сцену и, пожалуйста, держите детей. Мы поведаем сейчас о плодах, один рассказ, но плоды те не простые, а духовные, слепые. Сварим за чашкой чая три сестреца во Христе, нас они не замечают, будем набегать без дни. Нам Господь дарует время, благодати и покоя, и побольше нужно сеять, сеять щедрую рукою. Например, вот я, сестрица, даром время не теряю, посещая всех в больнице и о Боге возвещаю. Хотя, честно вам признаться, надоело сюда ручки, так устала раздражаясь на детей, на мужа, внучку. Тут сестрица дорогая, тактика нужна другая. Вот послушай-ка меня, как служу для Бога я. Утром встану, помолюсь, быстро в доме приберусь, чувствую, уже устала. Полистаю два журнала, после Библию чуть-чуть, кстати, легче так заснуть. Перещёлкаю каналы после времени сериала. Жар их сильно просмотреть, на вечерю бы успеть. Вечером опять молюсь, закушу и спать ложусь. Завтра посещу бабулю, верю, в ною Бог доволен. Ну, а ты чего молчишь, ничего не говоришь? Да мне стыдно перед Богом, ведь тружусь совсем немного. Пост беру за всех родных, за единство нас, святых. Попою немного в хоре, дом молитвенный помою, накормлю голодных нищих. Предложу бездомным крышу. Да, забота у тебя, заживёшь ты для себя. Так и есть, совсем неплохо. Для себя общаюсь с Богом, возношу Ему моления и свои благодарения. И прошу, чтоб мудрость дал, мне трудиться без послал. В кротости, в любви, в терпенье, плот нести Творцу Вселенной. Вот и всё. Такой рассказ. А вы подумайте сейчас, как нам с вами нужно жить, чтобы Богу угодить. Теперь, дорогие братья и сестры, у нас время прославления. Поэтому присоединяйтесь. Будем петь. Садись за босс. Будем петь. Всё, давай однажды сердце мое. Тянет внизу. Я поднесу. Однажды сердце мое. Если вы, братья и сестры, любите петь, прославлять Бога, то мы приглашаем вас в пятницу в 8 часов на это место. Здесь проходит вечерняя молитва. Мы поём, славим Господу, молимся, прославляем Его святое имя. Поэтому, если у вас есть желание, время, то, пожалуйста, приходите и вместе с нами воздавайте Богу хвалу. А сейчас давайте будем петь первый гимн, который мы споем. Однажды сердце мое. Однажды сердце мое. Иисус постучал и сказал, я прощаю всё, я тебя оправдал. И радуюсь я во спасенье, которое Он подарил. Слава Иисусу богатаренье, Он кровью меня искупил. Ты дал мне жизнь свою, тебя благодарю за всё тебе, это будет слава, за любовь твою. Благодарю. 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 Иисус, целыйicht. И. 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 ... Благодарю, за всё тебе это будет слава, За любовь твою, ты дав мне жизнь свою, Тебя благодарю, за всё тебе это будет слава, За любовь твою, благодарю. Давайте вместе, однажды! Однажды в сердце моё Иисус воскучал, И сказал, я прощаю всё, я тебя оправдал, И радость я во спасенье, Которое ты подарил, Слава Иисусу благодареньке, Он кровью меня искупил, Ты дал мне жизнь свою, Тебя благодарю, За всё тебе это будет слава, За любовь твою, Ты дал мне жизнь свою, Тебя благодарю, За всё тебе это будет слава, За любовь твою, благодарю. НА 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 И, НА 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 И, НА 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 И, НА 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 И, НА НА И prepared the!!!! Давайте продолжим ей Бог есть свет Этот свет пришел на землю, чтобы дать нам жизнь И надежду любви на саму Осветил и оправдал имени своим Божьим духом святым уходя Иисус сказал, не погиб вас Не оставлю в мире этом Буду жить в любящих сердцах Возле своих мест До скончания века До скончания века Ты и я Все мы призваны Иисусом к вечной жизни с ним Все мы церковь Его Нам в сердца Божьим духом святым уходя Иисус сказал, не погиб вас Не оставлю в мире этом Буду жить в любящих сердцах Вот я с вами вместе До скончания века 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 Слава нашему Господу Слава и Мои Хвала Давайте споем О, как я люблю тебя Слава и Мои Хвала Слава и Мои Хвала Я ныне прославляю О, как я люблю тебя Слава и Мои Хвала Слава и Мои Хвала Слава и Мои Хвала Ты все создал для меня Тебя я ныне прославляю Иисус Я люблю тебя Иисус Прославляю тебя Иисус Я люблю тебя Иисус Прославляю тебя Иисус Прославляю тебя Иисус Прославляю тебя Иисус Прославляю тебя Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Тебя я ныне прославляю Бог, как я люблю Тебя Свою руки поднимаю Ты все создал для меня Тебя я ныне прославляю Иисус, я люблю Тебя Иисус, прославляю Тебя Иисус, я люблю Тебя Иисус, прославляю Тебя Иисус Слава нашему Господу Он вилюхий славный Пусть сейчас наши сердца славят Его еще поклоняются Давайте споем «Живи во мне» Что нужно верующему человеку? Чтобы Господь Жил внутри него Аминь? Когда Бог рядом А знаете, что такое внутри? Внутри это очень рядом Ближе этого невозможно Это не на миллиметр от тебя Это внутри тебя Пусть Бог благословит Каждого из нас Чтобы действительно Святой Дух Жил в каждом из нас Чтобы Он был настолько близко Чтобы мы чувствовали Его Чувствовали Его близость Чувствовали Его Его любовь, чувствовали Его мир Мир, который Он дает Радость и покой Аминь Живи во мне Живи во мне Господь Иисус О, мой Спаситель Живи во мне Сотворить во мне обитель Что с Тобой Соединится мне На вечном О, святой Стремлюсь к Тебе, Иисус Живи во мне 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 Пусть свет Твой через меня Иисус А я Тебя являет всем вокруг, Тебя явить хочу, Господь твой Бог и Друг. Живи в Тебе, Иисус, Живи в Амке, Живи в Амке, Живи в Амке. Живи в Амке, Живи в Амке, Живи в Амке. Живи в Амке, Живи в Амке, Живи в Амке. Мэнде яша, мэнде яша, Ищи бэндэн усвасти, Мэнде яша, Хэр ятэн сэни гёстэрссин, Хэр иса, Сэни мэндэн гёстэр, Аллахын хэр бэнди, Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Искупил мир от греха И дал ему любовь и свет Зажег под лучшие сердца И дал надежду Мы пред Тобою предстоим И каждый дорог для Тебя За все Отец благодарим И превосносим Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Мой Бог святой Тебя люблю И приношу хвалу Тебе Пошел однажды Жизнь мою Принес надежду Прощенье, радость и любовь Ты подарил Так просто мне И вот стою перед Тобой Пою Тебе я Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Ты открываешь новый мир Любви, надежды, чистоты С Тобой нетрудно мне идти Ведь Ты со мной Любовь Твоя Любовь Твоя Меня хранит Дает надежду И покой И потолу сердца Людей полны Тобой Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величье Слава Тебе величье Слава векам и в народах Сила Твоя безгранична Милость Твоя во все роды Слава Тебе величье Благодаря не нашему Господу За Его любовь За Его милость Действительно это то Что помогает нам жить Это то Что помогает нам Идти дальше за Богом Это Его любовь Это Его милость Если бы не любовь И не милость Божья Где бы мы были сейчас Но Бог с нами Он любит нас Он прощает нас Аллилуйя Так часто хочу Так часто хочу Я славить Тебя Тебя, дорогой Иисус Так часто хочу Хвалу Тебе петь Хвалу Тебе, Господи, петь Я люблю Тебя Я люблю Тебя Я люблю Тебя Иисус, люблю Тебя Я люблю Тебя Иисус, 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 люблю Тебя Дорогой Иисус, так часто хочу Хвалу тебе ведь, хвалу тебе Господь ведь Я люблю тебя, я люблю тебя Я люблю тебя, Иисус, 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 люблю тебя Слава Господу Братья и сестры, пьем чай, общаемся, продолжаем Слава Господу Иисус, я хочу слово сказать На сердце пришло слово, можно? Да, хорошо Бытие восьмую главу Когда я сидел, пришло слово поделиться Если вы не против Не надо, Михаил, не слышим, да? Да Все слышат, да правильно? Да Бытие восьмая глава, двадцатый стих Он сидел, размышлял И Господь это место показал Хочу поделиться Какой стих? Бытие восьмая глава с двадцатого А двадцатого стихи И вот двадцатый стих написано Это после какого? Когда потоп пришел Бог уже осудил землю И здесь написано в двадцатом стихе И устроил Ной жертвенник Господа И взял из всякого скота чистого Из всех птиц чистых И принес во всенажение на жертвенник Как вы думаете? А где мама задал вопрос? Просто хочу, общаемся Почему Ной устроил жертвенник? А зачем он устроил? Вообще для чего? Поблагодарить Да Поблагодарить Его Чтобы воздать Ему славу Вот двадцатый стих посмотри И что написано? И обонял Господь И сказал Господь Бог В сердце своем Не буду больше За человека За человека То есть то что сделал Ной Это что сделал? Господу было это приятно А почему было приятно? Потому что Он от всего сердца Приносит эту жертву Чистую жертву Да? Чистым сердцем Правильно? Чистый жертв Чистым сердцем Чистые помощи Не для того чтобы Он благословил его Он просто принес от всего сердца Познал Бог Что Господь его избавил Да? Спас его И вывел его И Он сохранился И остался жив Но Еще один такой момент И представьте себе Что это жертв Которая росла Бога побудил сказать Своим сердцем Что сказал Господь? Не буду больше Протреблять Он обонял эту жертву И сказал Больше не буду поражать А вот смотрите Что сказал Бог Аврааму Утаили от друга моего Тот замысел Который я хочу совершить Помните Что сказал Аврааму? Я не скрою от него Все что хочу сделать И он сказал Что мы с огромным оговором Будем уничтожены Он пришел А здесь он говорил Что я больше не буду Проклинать землю За человека Почему? И дальше двадцать второй стих Потому что Потому что Двадцать второй стих Треть Нет И там Просто продолжение Ага Потому что Злы Вот Нельзя сделать Потому что Потому что Помышленное сердце Человеческое Зло От юности его И не буду больше Поражать себе живущего Как я сделал То есть Бог сказал Что я больше не буду поражать Почему? Потому что Человеческое сердце От юности его Злое И дальше Двадцать второй стих Впредь во всех дни Земли То есть Пока миссия Земля существует Пока миссия Земля живет Сеяние Жатва Был без ноги Это зима День и ночь Сеяние Жатва То есть Если человеческое сердце Злое Он будет сеять Злое семя И будет с жатвом То есть То что посеял Обязательно придет в твою жизнь Я хочу что мы подумали Что что мы сегодня проходим Что произошло А давайте подумаем Что мы сеяли вчера Так давайте Все добрые Чтобы жатва была Доброй Потому что мы будем Познать Написано Благословляйся Проклинающим вас Если вы Детей проклинаете Если вы Над детьми говорите Что от тебя человека не будет Ты никто ничто И так и будет Упаси Господь Храните себя Устан Храните себя Никогда не говорите Что за жизнь я живу Что в моем доме Ничего нету У тебя есть деньги Денег нету Ничего нету Это простые вещи Но За этим стоит Глубокая истина Почему Человеческое сердце Злое Потому что Человеческое сердце Она И мы сейчас видим Что происходит сейчас Сердце расстачается И мне открыл Господь Одно слово Я вчера получил слово Хочу поделиться Есть такое местописание Исайя 54 глава 11 стихе Бедная Безучешная Бросаем бурью То есть Буря Будет подниматься Жизнь каждого из нас Она будет нас бросать То туда То сюда И вот здесь написано Что Бедная Бросаем бурю Безучешная Вот я положу камень Твой на рубин И сделаю основание Рубин Рубин Это кровь Иисуса Христова Она бывает драгоценной Красного цвета Теперь Рубин Рубин Сын один из Иакова Рубин Рубин Говорит о Христе О Голгофе Сапир Это Небесный камень Она бывает Синего Голубого цвета Она говорит о небесном Царстве И Господь говорит Что Буря будет бросать нас И будет разделение Церкви Вообще Среди верующих Одни будут Ожесточаться А другие будут Смиряться Из-за того Что Человеческое сердце Зло От юности его По мышлению Злые Если по мышлению Не будем очищать Обновляться То это Принесет Ожесточение Сердца Из-за того Что происходит Жизнь Из-за того Что происходит Вокруг Него А тот Человек Будет смиряться Его жизнь Будет Божья Божья Рука Придет В жизнь Каждый из нас И она будет бросать Но наше основание Должно быть Господь его Слово Его Кровь И Царство Божие И поэтому Сеяние И жертва Не прекратится До последнего Пока мы Земля существует И подумайте Что мы сеем Куда мы сеем Мы пели песни Ели пили Общались Хорошее время Правильно? Но мы не понимаем Что выходя из стенами Церкви Мы будем встречаться Бурей В нашей жизни И поэтому Подумаем глубоко И об этом очень важно Что Когда придет Буря в нашу жизнь Как мы ее встретим С каким сердцем Встретим Можем пройти Или можем сломаться Упаси Господь Что никто не сломался Что мы Прошли эти времена И ухватили за Христа И Господь говорит Что ты утешенная Безутешная Почему безутешная? Это образ Верующих человека Утешение только дает Господь И Господь ободряет Вот Я положу камни твои На основании На рубине То есть Бог утешает Ободряет нас что? Держись за меня Строй на меня На мне И просто Основывайся на мне И я тебя проведу Через эти годы И ты устоишь Если основание Христос Его Слово Его Вечность То мы устоим Какого уровня Поднялся Но будет разделение Будет ожесточенные Сердца верующие И будут смиренные Ожесточенные Сердца будут ненавидеть Смиренных сердец Ожесточенные Сердца будут гнать Смиренных Понимаете? И мы это увидим И услышим Поэтому Пусть Бог нас благословит Что мы понимали Одну вещь Что Господь Говорит Сеяние и жертва Не прекратиться Это все И с вами связано Хорошо? Пусть Бог Бог благословит Общайтесь благословит Я это хотел сказать Просто на сердце пришло Будьте благословенны Что вам такое Спасибо за внимание Спасибо за внимание Спасибо за внимание Продолжение следует...